75 лет назад части Красной Армии освободили Славянский район от немецко-фашистских захватчиков. Бои были очень тяжелые и кровопролитные. Счет наших потерь шел на тысячи. И земля Славянская до сих пор хранит в себе не только остатки смертельного металла, но и останки павших смертью храбрых. Найти их и предать земле – это задача наследников солдат Победы. На полях сражений в районе прорыва Голубой линии возле реки Курка погибло около 5000 советских солдат и офицеров. Далеко не все из них похоронены. Вот что произошло здесь недавно. Житель хутора Коржевского обнаружил, будучи на рыбалке, останки воинов. Телефон поискового отряда известен коржевчанам. Были вызваны поисковики, которые произвели раскопки по всем правилам. Курсант Фисенко Николай Иванович, боец 417-й стрелковой дивизии, 23-го года рождения. Уроженец Сумской области, Украины. Был обнаружен нами здесь при проведении КПАС вот таких вот поисковых мероприятий. Только один из павших, курсант Николай Иванович Фисенко, обрел имя. Вместе с ним поисковики обнаружили еще 18 солдат. Все они будут торжественно перезахоронены. Траурный митинг собрал жителей Коржевского. От школьников до ветеранов труда приехали представители патриотической общественности со всего района. Самые кровопролитные бои прошли здесь. Около пяти тысяч наших солдат и офицеров полегло на этой земле. Вы представьте, это почти полтора хутора Коржевского здесь лежат ради нас, будущих поколений. Я сегодня хочу выразить слова благодарности нашему отряду Кубанский рубеж, который проводит эту альтруистическую работу, я бы сказал. Личные вещи курсанта Николая Фисенко, командир поискового отряда Кубанский рубеж, передал на хранение в музей 19-й средней школы ее директору. Затем, после минуты молчания, состоялась церемония отпевания павших в бою героев. Венки и живые цветы возлагаются к братской могиле воинов-освободителей Кубани. Отныне это место станет дорогим и памятным для всех коржевчан. Вот сегодня, буквально идя на данное мероприятие, подумала, а вдруг будет дождь, а вдруг будет холодно, мы все продрогнем, промерзнем. А потом, знаете, где-то затаилось, что раньше тогда солдаты не думали, холодно, морозно ли, голодно ли. Они шли, отдавая свои жизни. Большая им благодарность за то, что они сделали для нас. Это очень ценно, это очень важно. Об этом мы говорим своим детям. Глубоко символично, что перезахоронение состоялось накануне Дня освобождения Коржевского, который знаменует собой победу над врагом во всем Славянском районе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...